Еще один из залов Музея Азербайджанской литературы посвящен известному поэту Мала Танах Вагифу. Вагиф был не только поэтом, он еще был общественным и политическим деятелем Азербайджана XVIII века. Его творчество оказало большое влияние на дальнейшее развитие азербайджанской поэзии. Вагиф родился в 1717 году в селе Салахы Казахского района в простой крестьянской семье. Получил хорошее образование, изучал арабские и персидские языки, имел познания в астрономии, архитектуре, музыке, поэзии. В молодости Вагиф в родном селе открывает школу и обучает грамоте детей. Но политическое положение в то время в Азербайджане было таково, что Азербайджан был разделен на ханство. И между этими ханствами происходили различные междоусомные войны. Поэтому многие семьи, а иногда даже целые деревни, покидали родные места и искали убежище в более спокойных местах. И поэтому семья Вагифа переселилась в село Тер-Тер-Басар Карабахского ханства. Здесь тоже Вагиф продолжает учительствовать, открывает школу, обучает грамоте детей. А чуть позднее Вагиф переселяется в Шушу, основанную Панах Алиханом. В нашем зале представлен очень ценный и интересный экспонат нашего музея – поле непробеглама рубаха Панах Алихана. Естественно, поле непробеглама в переносном значении, потому что вся эта рубаха исписана сурами и аятами из нашей священной книги Куран. В то время такого рода рубаху носили многие хроны и были начальники. Они во время битв и сражений отзвали на себя такого рода рубаху и считали, что ни одна пуля не сразит их. Поэтому рубаха получает название «пуля непробеглама рубаха». Возвращаемся к Вагифу. Как я отметила, Вагиф переселяется в Шушу. И здесь его слава, как поэта, как ученого, приобретает еще больше размах. Его песни поют на различных народных празднествах. И в народе про него слагается такая поговорка. Говорят, на азербайджанском оно очень популярно. Звучит так. А на русском оно звучит так. Не каждый грамотей может быть таким, как Молла Пенах. И слава о его знаниях доходит до Карабасского хана Ибрагим Халилхана. Он приглашает его к себе во дворец. О том, каким образом Вагиф попал во дворец Ибрагим Халилхана, есть очень много легенд. Согласно одной из них, Вагиф в точности предсказал лунное затмение и землетрясение, которое должно было произойти. И Хан, Ибрагим Халилхан, приглашает его к себе во дворец. Он поражается ученостью и образованностью Вагифа и предлагает ему остаться у него во дворце. Сначала на должности визира внутренних дел ханства, а далее главного визира, или же первого визира Карабасского ханства. Будучи на этом посту, Вагиф очень много делал для укрепления Карабасского ханства. Вел переговоры с Грузией, с Россией, заключал союзы с другими ханствами. Используя свои знания в области математики и архитектуры, при его содействии были построены жилищные постройки, крепостные стены Шуша, Шуши, ханский дворец. В 1795 году огромное персидское войско во главе с Мухаммедом Шахом Гаджаром движется на Кавказ. И таким образом они добираются до Шуши. Защитники Шуши ведут оборону крепости и не хотят сдаваться без боя. Об основном Шах Гаджар пишет такое двустишье. Он прикрепляет этот листок с этим двустишем к стреле, и его войны посылают эту стрелу в крепость Шуша. В этом двустише говорилось «Безумец! Град камней летит с небес, а ты в стеклянных стенах ждешь чудес!» Здесь обыгрывается слово «стекло», потому что на азербайджанском Шуша – это стекло. Ибрагим Халилхан, получив это послание, призывает к себе Вагифа. И Вагиф, прочитав этот двустишем, тут же на обороте листка пишет ответ. Он говорит «Меня стеклом создатель окружил, но в крепкий камень он стекло вложил». И посылает стрелу обратно в Гаджар. Гаджар очень ожесточился после этого послания, и начинается еще хуже пушечный обстрел Шуши. Но не сумев взять Шушу, они удаляются. Также при участии Вагифа велась переписка с императрицей Екатериной II. Тексты писем этой переписки составлял Вагиф. И императрица Екатерина II была восхищена автором текстов этих писем. В письме своему фавориту Потемкину она говорит, письма, посланные из Карабахского ханства, отличаются своей галантностью от писем из других городов, из Турции, из Персии. И она поручает Потемкину узнать, кто же является автором текста этих писем. А автором текста этих писем был Малах Вагиф. Далее, после смерти Екатерины II, когда к власти приходит император Павел I, он отзывает русские войска с Кавказа. Это ослабевает Карабахское ханство. И еще в тот период был неурожай, и по стране свирепствовал голод. И воспользовавшись всем этим, Шах Гаджар вновь начинает военный поход. На этот раз он с легкостью смог взять Шушу, потому что Ибрагим Халилхан с небольшим отрядом покидает, убегает из Шуши. Вагиф был схвачен, и его приговорили к смертной казни. И случается такой интересный случай. В тот день, когда должны были казнить Вагифа, по указу Шаха Гаджара, должны были казнить еще трех слуг, провинившихся перед ним. Но слуги, ночью проникнув в спальню Шаха, убивают его. Таким образом, Вагиф спасается от смерти, но ненадолго. Потому что приходит к власти племянник Ибрагим Халилхана, и он, зная, что Вагиф, сторонник Ибрагим Халилхана, велит его казнить, его и его сына. Вагиф был казнен. Народ, почитатели его таланта, они тайком хоронят Вагифа. Но после того, спустя некоторое время, как к власти вновь приходит Ибрагим Халилхан, Вагиф с почестями был перезахоронен. Над его могилой был построен такой вот великолепнейший мавзолей в 1982 году. Но, как мы знаем, к сожалению, Нагорный Карабах сейчас находится в оккупации у армян. И все, что относится к азербайджанскому народу, армяне разрушили. Все наши достопримечательности, все памятники. И в числе этих памятников и был мавзолей великого Вагифа. После того, как его казнили, его дом был сожжен, рукописи тоже сгорели. И поэтому очень долго собиралось творчество Вагифа. Очень много ученых изучали жизнь и творчество Вагифа. Его стихи собирались из уст певцов, ашуков, потому что его песни до сих пор поют ашуги. Можно отметить выдающегося азербайджанского драматурга, основоположника драматургии Мирзе Батали Ахунглова, который собрал богатый материал творчества Вагифа. Он передал этот материал известному востоковеду Адольфу Берже. И Адольф Берже опубликовал этот материал в Левицике. Творчество Вагифа прекрасно. Он обращается к темам классической восточной поэзии. Его перу принадлежат и Газели, и Меснери, и Мухаммасы. Но все-таки значимое место в творчестве Вагифа — это гошма. Гошма — это жанр народной поэзии. То есть Вагиф использует мотивы народной поэзии, ашукской поэзии. Тема стихов Вагифа тоже разнообразна. Его стихи посвящены дружбе, верности, любви и разлуке. В одном из стихотворений он говорит. Чужими друг друга мы стали давно. При встрече мы слов не нашли и расстались. Нам втайне терпеть нашу боль суждено. Друг другу на них подошли и расстались. Перу Вагифа принадлежит целый цикл стихотворений, в котором он воспевает Азабаджанскую красавицу. Почти в каждом из этих стихотворений Вагиф описывает брови, щелки, глаза Азабаджанской красавицы. И еще эти стихи отличались от его предшественников тем, что он в этих стихах описывает еще и внешний облик Азабаджанской красавицы. Даже элементы национальной одежды можно увидеть в его стихах. Например, он говорит. Окутан весь стан ее красным платком, Подол золотым изукрашен шитьем. Мы деву, увидев в наряде таком, Мгновенно сгореть восхищение должны.